Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня предельно важная тема для каждого человека, кому дорого его здоровье. Итак, что это за вещество такое гомоцистеин? Высокий гомоцистеин губит ваше здоровье. Повышенный гомоцистеин вызывает болезни сосудов нервной системы, вызывает атеросклероз, рак и другие болезни. Атеросклероз может быть и у худых людей, и даже у детей. И вот почему. Два пути синтеза метионина. Почему лицетин и B12 это два наших спасителя от повышенного гомоцистеина. Связь гомоцистеина и B12, а также его связь с метионином. Два пути снижения опасных концентраций гомоцистеина в организме. Как узнать, почему у вас повышен гомоцистеин? И как же возникает рак из-за повышенного гомоцистеина? Что же делать, если у вас понижен гомоцистеин, а бывает и такое? Я уже снимал два видеоролика о B12. Старое видео мы удалили из-за использованных в нем нарезок с программы Малышевой. Новое видео, последнее мое о B12, вот оно перед вами, ссылочка будет в описании, посмотрите потом. Что же такое гомоцистеин? Гомоцистеин это продукт метаболизма метионина. А метионин это серосодержащая незаменимая аминокислота. Метионин это очень важная аминокислота, которая принимает участие в построении многих белков в нашем организме. Запомните один очень важный нюанс. Гомоцистеин структурно похож на метионин. В дальнейшем вы поймете, почему это так важно было запомнить. Повышенный гомоцистеин очень опасен и приводит к повреждению сосудов в первую очередь. Ну а как следствие к атеросклерозу, к инсультам, инфарктам, к разрушению нервной системы из-за повреждения миелиновых оболочек. А отсюда Альцгеймер, Паркинсон и разного рода нейродегенеративные изменения. Повышенный гомоцистеин приводит и к онкологии, к замершим беременностям и к другим болезням. Его нормальный уровень в медицине признан от 4 до 14 микромоль на литр. А теперь давайте разберемся по всем пунктам. Первое. Как же возникает рак из-за повышенного гомоцистеина? Дело в том, что из-за похожести по структуре гомоцистеина на метионин в клетках возникает сбой. Когда для синтеза белков вместо метионина используется гомоцистеин, он встраивается в синтезируемый белок вместо метионина в конвейере сборки в процессе биосинтеза белка, который идет в рибосомах. Я объяснял во многих своих видео, как это происходит. В этих белках впоследствии происходит реакция, приводящая к разрушению этих белков или к мутациям. Вот и одна из причин возникновения рака, потому что рак всегда в конечном счете это нарушение процесса метоза, то есть бесполого деления клеток, когда из-за ошибок в делениях возникает мутация и перерождение данных клеток в раковые. Первопричин онкологии много, и на то у меня есть соответствующие видео. Сделаю здесь небольшой акцент. Есть и другие причины рака, безусловно. Например, одна из них это сахар. Смотрите мое видео сахар и рак. Есть и грибковые причины онкологии. Иная причина это потребление большого количества мяса и других продуктов животного происхождения, животных высокомолекулярных белков. Смотрите вот эти мои видео. Сахар и рак. 9 причин болезни. Раздельное питание. Грибки-паразиты. И мясо. А вот еще один вариант развития событий из-за повышенного гомоцистеина. Может быть, иммунная реакция, иммунный ответ – то, о чем я сотни раз говорил в своих видео про чужеродные белки, которые для нашего организма являются антигенами. То есть, речь идет про те белки, которые попали в наш организм в неразобранном виде, либо которые построены у нас с ошибками. И наш генетический код, программа не принимает эти белки. Так вот, тогда возникает аутоиммунная реакция антиген-антитела. Точно такая же, как и на попадание в кровь из кишечника. При неполном переваривании цельных, чужеродных, неразобранных до аминокислот белков, например, вирусов, бактерий, грибков и иных любых, абсолютно любых, высокомолекулярных, например, белков мяса, молочного белка казеина и белков любых продуктов животного происхождения. Суть в том, что организм наш должен сам синтезировать нужные для него белки. А эти белки, построенные по ошибке из-за сбоя в программе синтеза, в итоге воспринимаются нашей защитной иммунной системой как чужеродные белки, хотя они и образовались в нашем организме. И тогда иммунная система начинает их атаковать, уничтожать. Вот именно так возникают любые аутоиммунные заболевания, какие вы только можете себе представить. В этом всегда суть любого аутоиммунного заболевания. Точно так же возникает, например, сахарный диабет первого типа, не путайте со вторым, а возникает он при потреблении молока, творога и сыра из-за высокомолекулярного сложного в переваривании белка казеина, который практически в точности повторяет структуру наших бета-клеток островков Лангерганса поджелудочной железы. Об этом я подробно пояснял в моих лекциях о молоке. Посмотрите хотя бы вот эти. Да, очень рекомендую посмотреть вот это мое видео, вышедшее на втором моем канале «Жизнь на земле» про электрические три цикла, незаменимые в любом хозяйстве агрегаты. В конце этого видео я сам лично подробно рассказываю о нюансах. И еще одно маленькое объявление мое. Я продаю заповедник, ну, скажем, я так называю территорию. Это порядка 200 гектар, находящихся в Псковской области, с двумя озерами ледникового происхождения. Уникальная, красивейшая территория, находящаяся в окружении других озер. Это русская Карелия, среднерусская, так называют ее. Уникальные земли, огромные перспективы, возможности. Ну, а кто захочет, ссылочка на маленькое данное видео и текстовую информацию будет под этим видео в описании. Продаю заповедник. То есть гомоцистеин в структуре белков наших тканей провоцирует иммунную систему атаковать наши родные органы и ткани, которые иммунная система начинает воспринимать как чужеродные из-за встроенного в эти органы и ткани большого количества гомоцистеина в них. Теперь вы это знаете. Следующая проблема – повреждение кровеносных сосудов. Дело в том, что гомоцистеин сам по себе разрушает эндотелии кровеносных сосудов, то есть защитные внутренние оболочки сосудов. Сосуд повреждается, так образуется воспаление, и в местах повреждений откладывается холестерин для защиты этих участков сосудов от еще больших повреждений. Так образуются тромбы. К чему приводит тромбообразование, полагаю, вы сами прекрасно понимаете. Это возможные инсульты и инфаркты. И не только они. Но гомоцистеин нам все-таки нужен, но не более 8-10 единиц по результатам анализов крови на гомоцистеин. Почему нужен, вы спросите? Дело в том, что из гомоцистеина синтезируется такое вещество, как глутатион. Это один из главных антиоксидантов нашего организма, который вырабатывает, синтезирует сам наш организм. Вот что вам еще необходимо знать про дефицит B12 и повышенный гомоцистеин. При дефиците в организме метианина, из гомоцистеина в нашем организме повторно может все-таки синтезироваться метианин. Но для этого необходимо 4 вещества, чтобы в них не было дефицита. Что же это за вещества? А это витамины группы B. B9, фолиевая кислота, B12, B2 и B6. И действительно, из гомоцистеина в присутствии вот этих 4 веществ опять в организме у нас может синтезироваться метианин. Опять это потому, что гомоцистеин есть продукт метаболизма, то есть распада метианина, как я говорил в самом начале видео. И если у людей, которые едят много зелени, B2, B6, B9 хватает, то B12 далеко не у всех в достатке. А B12 у меня есть отдельное видео. Вот оно. А скоро в спонсорском разделе канала моего будет опубликовано длинное и очень важное видео про B12. Следующий раздел. Гомоцистеин и атеросклероз. Да, действительно, человек может быть худым и даже истощенным, но это не означает, что у него не могут быть атеросклеротические бляшки. При высоком гомоцистеине атеросклеротические бляшки формируются даже из минимального количества холестерина в крови. И это бывает и у худых людей, и даже у детей. Не удивляйтесь этому. Следующий раздел. Лицетин, холин и бетаин для снижения гомоцистеина. Дело вот в чем. Лицетин в организме превращается в холин, а он в свою очередь превращается в бетаин. Бетаин присоединяется к гомоцистеину и превращается в метианин. Вот почему лицетином можно снизить уровень высокого гомоцистеина в крови, а не только приемом витамина В12. Лицетин вы можете смело покупать в Коралловом клубе, он там качественный. Под видео будет дана ссылка для регистрации в Коралловом клубе, для получения скидки на покупки в 20%. И вот вам главный вывод. Если у вас мало лицетина и бетаина, гомоцистеин будет накапливаться в организме, расти, он будет повышенным. Если у вас дефицит витамина В12, то гомоцистеин у вас в организме будет расти. Еще одна из причин повышенного гомоцистеина, это нарушение в работе почек. Это тоже возможный вариант высокого гомоцистеина. Итак, что нужно знать, на что нужно провериться, если по результатам анализа вы обнаружили, что у вас повышенное количество гомоцистеина. И что нужно сделать, чтобы его понизить? Первое. Необходимо понять, нет ли у вас дефицита витаминов В12, В2, В6, В9. Второе. Нет ли у вас дисбактериозных состояний, синдрома дырявого кишечника, СИБРа, то есть синдром избыточного бактериального роста, когда нарушается всасывание и усвоение питательных веществ. Смотрите вот эти мои видео по данной теме. Третье. Может быть у вас почки работают ненормально. Нужно сдать анализы на креатинин и цистеин. Эти два показателя скажут о том, есть ли проблемы с почками, и покажут специалисту, что нужно исследовать дальше. Четвертое. Дефициты генов фалатного обмена, то есть обмена витамина В9. Да, действительно, есть такое редкое генетическое заболевание, но это тоже нужно учесть, которое вызывает проблемы фалатного обмена. И тогда гомоцистеин может расти. Но и пятая причина, ведь и такое бывает. Например, вы много принимаете таурина, и тогда гомоцистеин будет расти. Или вы применяете ацетилцистеин. Да, учтите, что В9, фолиевая кислота, должна быть в активной форме. То есть не из химических пилюль, и не в составе мультивитаминов принимать это необходимо, а, например, из зелени натуральной, хлореллы, спирулины. В них есть вся группа витаминов В9, а в хлорелле даже В12 в той самой активной форме. В общем, стоит при повышенном гомоцистеине, чтобы его снизить, применять витамин В12, не допускать дефицит витаминов группы В, применять лицетин, холин или сразу бетаин, и вы обязательно снизите уровень гомоцистеина. Если у вас, конечно, нет проблем с почками и генетических проблем с фалатным обменом. А если у вас низкий гомоцистеин, ведь и такое бывает. Так вот, действительно, если у вас есть этот редкий случай, когда уровень гомоцистеина низкий, скажем, ниже 4-5, то именно тогда следует применять ацетилцистеин. Это такое лекарство против кашля. Помните, что оно же есть средство для повышения гомоцистеина. Или применяйте таурин. А можно и то, и другое. Они оба повышают уровень гомоцистеина в организме. А если уровень гомоцистеина у вас повышен, и его необходимо снижать, то, напротив, не принимайте эти два вещества. Дорогие товарищи, я решил открыть раздел на моем YouTube-канале, раздел просмотров некоторых видео на платной основе. Это в YouTube называется для спонсоров. Туда мы перенесем опубликованные видео, которые были удалены по тем или иным причинам, мои старые видео, длинные видео, в которых я подробно поясняю те или другие проблемы с организмом. Кому лень или не нужно, они и так не будут смотреть длинные мои видео, а кому нужно, будут небольшую сумму за просмотр платить. А я смогу взять еще одного помощника на монтаж видео, чтобы их выходило у меня на канале больше. Вот такая взаимосвязь. В этом разделе будут публиковаться новые видео особого типа. А начнем мы данный раздел с моего большого видео про витамин В12, которое набрало более 600 тысяч просмотров и было удалено. Ну и, конечно, поддержите мой канал и мой немалый труд. Поставьте лайк за это видео, подписывайтесь на мой канал, кто этого еще не сделал, ну и делитесь, конечно, ссылками на мое это видео и другие мои видео со своими друзьями и близкими в соцсетях обязательно. Оставляйте свои комментарии, ведь именно они продвигают видео. Не ленитесь этого сделать. Хотя бы пару слов напишите под этим видео. Ведь эта информация и мой труд, это, по сути, ведь общее наше дело, если мы не безразличны к своим окружающим, близким, друзьям, коллегам и хотим, чтобы и мы сами, и они были здоровыми людьми. А мои видео как раз объясняют то, как устроен наш организм, как он функционирует, откуда появляются болезни, как они протекают и что нужно сделать, чтобы эти болезни убрать. Предпосылки, то есть причины и первопричины этих болезней. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.